МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваша информационная программа Республика в студии Алексей Андреев. И мы готовы познакомить вас с последними новостями понедельника и минувших выходных. Результаты мониторинга ценно-продовольственные товары и лекарственные препараты показывают, что ситуация стабилизировалась. По некоторым позициям наметилось даже снижение. Как этого удалось достичь и какие задачи по-прежнему в списке первоочередных говорили на еженедельном совещании главы и правительства Чувашии. Разговор начался с хороших новостей. Глава Чувашии сообщил, согласно договоренностям, достигнутым во время спортивного форума в октябре прошлого года, в республику поступили средства из федерального бюджета на реализацию социально значимых проектов. Почти 358 миллионов рублей. Достроительство Ледового дворца на 7500 зрительских мест. Вот там 7000 у нас получается в окончательном варианте. 150 миллионов рублей. Строительство мегрегионального центра развития Маутинбайка в городе Чебоксары 28,8 миллиона рублей. Реконструкция судешор номер 2, центр зимних видов спорта. Это биатлонный центр 91,1 миллиона рублей. Реконструкция стадиона Олимпийский командному чемпионату в Арктической Европе 63,6 миллиона рублей. Кроме этого, на строительство физкультурно-спортивного комплекса в городе Чебоксары 24,2 миллиона рублей. По данным Минэкономразвития, Чуваши находятся на 63-м месте среди всех субъектов России по уровню цен на продовольственные товары. Причем 17 наименований социально значимых продуктов вообще в списке самых низких. Некоторые негативные явления остаются. В основном это касается привозных фруктов. Но в целом ценники не отбивают у покупателей аппетита. Отмечено снижение в феврале было свинина, молоко, крупа. На такие продукты, как рис шлифованный, сметана, масло, ливичный и ряд других социально значимых продуктов цены сложились ниже, чем в среднем по России и по привозкам к федеральному округу. Напомню, что мы еще мониторим, кроме как 25 социально значимых, мы еще по 40 позициям, на приказ Минпромторга России. Здесь тоже фиксируется то, что я выше назвал. Большую роль в стабилизации продовольственного рынка сыграли прямые поставки местных товаропроизводителей, которым существенно сократили путь до прилавка. Добрая воля торговых сетей, решивших заморозить цены, также благоприятно повлияла на ситуацию. Не выпадают из общей тенденции и лекарственные препараты. С 1 марта вступил в силу новый перечень препаратов, входящих в перечень ЖНВЛП, туда вошли 608 международных непатентованных наименований. По торговому наименованию это порядка 5000 препаратов. По этому сегменту рост цен по сравнению с январем составил 2,4%. А рост цен препаратов, которые не входят в ЖНВЛП, порядка 4%, 3,96%. При этом и в том, и в другом диапазоне наибольший рост зарегистрирован у препаратов в цене до 50 рублей. Алла Самойлова особо отметила, большинство подорожавших препаратов из общего списка имеют аналоги, входящие в перечень жизненно необходимых и важных. В государственных аптеках покупателям обязаны предлагать более дешевые аналоги, и Минздрав это контролирует. Некоторые аптечные сети также готовы нести социальную ответственность. Но и гражданам не стоит забывать о более дешевых альтернативах. Елена Гальперина, Сергей Рябчиков, Республика. В муниципалитетах республики продолжают подводить итоги социально-экономического развития и обсуждать задачи на текущий год. В собрании актива Красночитайского района принял участие глава Чувашии Михаил Игнатьев. Основными темами встречи стали обеспечение экономической стабильности и развитие муниципалитета. Министр финансов Светлана Янилина проинформировала жителей, что в 2015 году из республиканского бюджета Красночитайскому району выделено 196 миллионов рублей. Средства пойдут на строительство дороги, детского сада и фельдшерско-акушерских пунктов и другое. Сохраняется все меры соцподдержки в бюджете и улучшение жилищных условий. Только что сегодня мы говорили о тиранах войны. В общем, в целом, в республике 10-13 миллионов предусмотрено на улучшение жилищных условий тиранов войны. Это два раза больше, чем в уровне прошлого года. Позвольте улучшить жилищные условия 196 ветеранов. Глава администрации Красночитайского района отметил, что и прошедший год в целом для района сложился хорошо. Росли товарооборот, показатели по вводу жилья. Оборот организации составил 612,5 миллионов рублей. Это 185 процентов к уровню 2013 года. Результаты имеются. Район тоже разработал план антикризисных мероприятий, который включает такие мероприятия. Это по взысканию, недоимке по местным дологам. Это более 800 тысяч рублей. По взысканию просроченной задолженности по НГФЛ это около более 900 тысяч рублей. От имени депутатов выступил Александр Степанов. Он поблагодарил главу Чувашии за поддержку селян и отметил, что в сегодняшнее трудное время у руля республики должен быть человек труда, не понаслышке знающий проблемы тружеников. Жители районов готовы поддержать кандидатуру Михаила Игнатьева. Глава республики вручил ветеранам юбилейные медали к 70-летию Великой Победы, удостоверение ветеран труда Российской Федерации и ветеран труда Чувашской Республики. Это люди, с которых надо брать пример. Они не только выстояли против врага, но и в короткие сроки восстановили разрушенные города и хозяйства страны. И после военные годы вот эти ветераны восстанавливали народное хозяйство по темпу ревнам. Сложный период времени. Мы сейчас, конечно, тоже ссылаемся, нам сложно, трудно, а им намного было сложнее, но они побеждали своей духовностью, своим вдохновением, не жалея себя, работали в круглосуточном режиме. Иногда их боятся, иногда делают героями смешных историй, но чаще всего относятся с уважением. Все это о налоговых инспекторах. В Дне открытых дверей жители Республики убедились лично, что в налоговых инспекциях людям не угрожают, а помогают. Тему продолжит Юлия Важенина. Вот уже четвертый год подряд Федеральная налоговая служба проводит акцию «День открытых дверей». Только в прошлом году в Республике на приглашение специалистов откликнулось более 4,5 тысяч налогоплательщиков. Акции «Дни открытых дверей» приурочены к декларационной кампании 2015 года. В эти дни нами, налоговой службой, представлены компьютеры, а также у нас работники участвуют побольше, чтобы помочь налогоплательщикам сдать декларации о своих полученных доходах, а также помочь заполнять декларации для получения налоговых вычетов. Интерес ко дню открытых дверей у налогоплательщиков, физических лиц с каждым годом растет. Традиционно в ходе акции работники налоговых органов подробно рассказывают посетителям о действующем налоговом законодательстве, порядке декларирования доходов и о том, как получить налоговые вычеты. Пришла подавать декларацию. Обслуживали быстро, качественно. Мне понравилось. Нина Егорова уже не первый год приходит в налоговую службу именно в день открытых дверей. Все изменилось. Мне кажется, что в лучшую сторону стал какой-то порядок. Появились талоны, раньше чего не было. И консультационный зал, где можно получить консультацию, как заполнять. Потому что мы пенсионеры, нам иногда бывает сложно взять откуда-то. Я не экономист, не бухгалтер. С расчетами мне всегда как-то тяжеловато было. Вот девочки очень приятные, специалисты, да, они подскажут, где что и как, откуда взять какую сумму, написать где, в общем-то, спокойно. Вот это вот, конечно, лучше. Помимо всего прочего, каждый желающий может завести свой виртуальный личный кабинет. Этот электронный сервис признан упростить жизнь налогоплательщикам. Получать важную информацию о своих счетах, суммах начислений и задолженностей они теперь смогут онлайн. Заплатить налоги тоже можно будет, не выходя из дома. Кстати, для удобства посетителей в дни открытых дверей во всех инспекциях вводится особый график. По пятницам 27 марта и 24 апреля инспекция будет работать с 9 до 20 часов. А по субботам 28 марта и 25 апреля с 9 до 15 часов. Пополняется новыми именами. Сборная Чебоксар Чуваши будет участвовать в сезоне Центральной лиги Москвы и Подмосковья. Чуваши уже начали свой путь к мечте любого КВНщика. Попасть в программу Александра Маслякова на Первый канал. Начали с Москвы, с планеты КВН, фестиваля «Лампа». Самые веселые и находчивые нашей республики долго к этому готовились. Писали, отбирали материал, проверяли реакцию зрителей в Чебоксарах. На 1-8 финала нашей республиканской лиги столица. И даже накануне своего отъезда на Кубки Новчика, который, кстати говоря, выиграли. Теперь все мы ждем от команды Чуваши успешного сезона в Центральной Лиге Москвы и Подмосковья. Следующий этап 1-8 финала пройдет 24, 25, 26 и 29 апреля в Доме КВН. «Хочу стать артистом», говорит едва ли не каждый ребенок. Зачастую детские мечты так и остаются мечтами. И все же воплотить их в жизнь никогда не поздно. Герои нашего следующего сюжета не заканчивали театральные институты, что не мешает им покорять подмозги. Подробности у Дарины Игнатьевой. Они знают, что театр начинается не с вешалки, а с ежедневных репетиций. Солидные начальники и загруженные учебой студенты днем, к вечеру они превращаются в герои всемирно известных произведений. Народный театр под руководством Нины Панины действует уже полвека. За годы, которые я провел в этом народном театре, у меня было, наверное, где-то десяток ролей. На самом деле, очень приятно, что сегодня наш театр отмечает свое 50-летие. Обучение по системе Станиславского и духовное единство труппы. Вот и весь секрет успеха делится Нина Панина. Театр организован в 1965 году. Я работаю здесь 45 лет. За эти 50 лет, а моя работа за 45 лет, я поставила более 60 спектаклей, сняла опять фильмов с этим коллективом. Фильмы, конечно, они любительские. В театр ходят люди и 50 лет, и 45 лет. Есть такие аксакалы, но у меня еще и молодежь есть. Молодые студийцы ценят Нину Панину прежде всего за многолетний опыт, которым она с готовностью делится. Нина Трифна, я считаю, очень хороший режиссер. У нас она преподает, получается, режиссуру и актерское мастерство. Заниматься у нее, как сказать, интересно. Получаешь опыт и профессиональные навыки. На счету коллектива победа в общегородских мероприятиях. А с недавних пор театр является президентским стипендиантом. На будущее не менее грандиозные планы. Однако, опережать события актеры не любят. И все творческие замыслы держат в тайне. Дарина Игнатьева, Алена Алтухова, Сергей Рябчиков и Республика. С декабря прошлого года собственников жилья обязали вносить плату за капитальный ремонт. С тех пор прошло уже почти 4 месяца, а у россиян до сих пор остались вопросы. О поплате капитального ремонта и лицензировании деятельности управляющих компаний речь пойдет в программе «По существу». Она выйдет в эфир сразу после нашего выпуска. Полная информационная картина дня в вечернем выпуске программы «Республика» в 20.00. Оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова